Многие говорят о том, а что такое вина? А может быть, вина быть коллективной? Слышали такие разговоры, да? Или только вина может быть личной? А как мы отвечаем? За кого мы отвечаем? А за кого мы не отвечаем? Что такое коллективная вина? И все это очень сильно напоминает это время, смятение тоже время, которое было в свое время в Германии. Вы знаете, во времена Гитлера в Германии был такой психиатр немецкий, философ, его звали Карл Ясперс. Карл Ясперс, вот его даты жизни, психиатр, философ, который был женат на еврейке. Сами понимаете, немецкий философ, женатый на еврейке во времена Гитлера, это было несовместимо. И поэтому он был отстранен в 30-е годы от преподавания. И в принципе он до конца войны, до конца Второй мировой войны находился в изоляции. Он был в постоянном ожидании ареста, что за ним должны прийти, и должны его арестовать. И так бы и случилось, но, к счастью для Ясперса, война закончилась в 45-м году. И он вернулся в 45-м году к чтению лекций в Германии, в университете. И он специально подготовил такой курс, курс, он и книги писал, и монографии, курс, который говорил вообще о том, а какая должна быть ответственность германского народа. И тогда начали очень много говорить вообще о немецкой вине. И Ясперс, безусловно, он писал о вине нацистов, о вине нацистской идеологии. Но когда речь шла о коллективной вине, Ясперс писал следующее. Я вот прочитаю вам выдержку. Народ нельзя превратить в индивидуум. Народ не может ни героически погибнуть, ни быть преступником, ни поступить нравственно или безнравственно. Это могут всегда только отдельные его представители. То есть Ясперс писал, что между виной и ответственностью есть разница. И он говорил, что вина, это разрабатывали его ученики тоже, она всегда индивидуальна. А вот ответственность, она может быть и зачастую является именно коллективной. И он говорил, что весь наш народ, немецкий народ, он обращался, даже те люди, которые были против Гитлера, мы должны осмыслить происходящее, должно произойти это внутреннее осмысление и преобразование. Потому что большое количество немцев в то время, они хотели как можно быстрее забыть произошедшее, забыть концлагеря, забыть Холокорс, как страшный сон, и жить дальше, как ни в чем не бывало. На что многие люди, в том числе и Ясперс, они говорили, что это нельзя так просто забыть, это необходимо переосмыслить. Потому что, да, индивидуальность, индивидуальность, она имеет вину, но ответственность, она может быть не только индивидуальная, она может быть и коллективная. И когда я читаю это место Писания, седьмой главы книги Иисуса Навина, я вижу, что мысль, которую сказал Ясперс, это не просто мысль философа, она соответствует Библии, соответствует тому, что показано нам в Священном Писании. Потому что, когда мы с вами читаем события, истории из Пятикнижия Моисеева, это не просто какие-то исторические данные, которые нам необходимо усвоить. В этих историях, поскольку они даны не просто еврейскому народу, всему человечеству, заложены важнейшие истины, заложены важнейшие уроки, которые действуют не только в жизни Израиля, но в жизни любого народа и любой нации действуют. И вот смотрите, один представитель израильского народа совершил преступление, сделал то, что Бог запретил. Это была его вина. Другие вроде бы были к этому непричастны. Они даже это в большинстве, наверное, случаев и не знали даже. Однако, с последствиями того, что совершил вот этот Ахан, столкнулся весь народ. И когда весь народ пошел в Гай сражаться, армия пошла, то поражение было. И были убиты люди там, в Гае, израильтяне. Казалось бы, какое отношение эти люди имеют к Ахану? Они, может быть, и не знакомы были. Это же народ. Это же не сто, не тысячи, не десять тысяч. Это большой народ. Что они могли знать? Они, может быть, и не знали. Но последствия проступка Ахана отобразилась так же, так же на них отобразилась. И мы знаем, драгоценные, что да, часто то, что мы делаем, оно отображается на людях, на других людях. То, что делает кто-то из членов в семье, часто отображается на всей семье. Хотя, может быть, другие члены семьи не виноваты в этом. Но как будто они, как семья, разделяют вот эту ответственность за того, за своего родственника, который совершил конкретное зло, конкретное преступление. Мы знаем, да, это есть, когда часто последствия преступлений родители несут на себе дети. И в Библии говорится, да, мы видим в десяти заповедях, когда Бог говорит, и будут наказаны там до четвертого рода, да, казалось бы, какое, до четвертого рода, это же правнуки. А и правнуки порой расхлебывают то, что делали их родители. Происходят такие вещи. это заложено в Священном Писании. И мы видим драгоценное, что грех и преступление было Ахана. И Он понес за это наказание. Не только то, что Он украл, было уничтожено, Он был уничтожен. Он понес вину. Но в определенном роде ответственность нес весь народ. И поражение это пришло в Гае ко всему, ко всему народу. И драгоценное, точно так же мы видим с вами в Слове Божьем. Когда мы говорим с вами о грехах, каждый из нас несет вину за свой грех. Каждый призван каяться пред Богом за свой грех. И мы призваны приходить и получать лично от Бога прощение, лично получать от Бога милость, лично получать от Него спасение и дар вечной жизни. Это очень важно, это наша личная жизнь. И каждый здесь индивидуально за свои грехи, за свои моральные выборы, за свои решения отвечает лично сам. Но при всем при том, мы, став верующими людьми, являемся частью. Частью какого-то сообщества, частью какой-то общины, частью народа, частью страны, и мы не можем жить отдельно от того общества, в которое находим. Безусловно, те процессы, которые происходят, они так или иначе сказываются на нас с вами. Ведь правда же, драгоценная? Например, вот в нашем городе мы отлично видим, да, отлично видим, что какое большое воровство совершается во время ремонта дорог. как каждый год там какие-то заплатки кладываются, перекладываются. И мы понимаем, что дороги это такая кормушка для определенного количества людей, где они имеют хорошие деньги. А в итоге, вот, в общем, эти дороги не очень-то и хорошие. Кто-то с них регулярно имеет какие-то деньги, но и вроде бы скажешь, а я как виноват? Ну, чем я виноват? Я лично не ворую ничего с ремонта дорог. И из моих родственников никто никак не связан с дорожным строительством и с ремонтом дорог. Но не связаны мы с этим. Да. Есть ли вина, например, на мне за то, чтобы у нас в городе такая ситуация с дорогами? Нет на мне. Вины нет. Я этих преступлений не делаю. Никто из моей семьи не делает. Но определенная ответственность мы разделяем все с вами, кто причастен, кто не причастен. Потому что, когда мы едем по дорогам, и, например, твоя машина каким-то колесом попадает в какую-то яму, и тебе приходится ремонтировать это все, да, вот как вот недавно мне пришлось ремонтировать, когда-то, вроде бы, я и не виноват в этом всем. Вроде бы, лично я к этому не причастен. Но однако же это все напрямую отображается и на мне, и на моей машине, и в итоге на моих финансах, и в итоге на финансах всей моей семьи, так или иначе. То есть, вины нет, а ответственность определенная есть. Как у израильского народа вот конкретно совершил Ахан, он за это вину получил наказание. Он был истреблен. И для всех остальных, которые так или иначе весь народ разделял ответственность, и Бог обратился ко всему народу вот с этим словом об ответственности. Вы это сделали, вы забрали, вы спрятали, вы утаили. Да почему мы, мы конкретно, конкретно, был конкретный человек, но все так или иначе в этом оказались задействованы, что и показало поражение под Гаем. Точно и так же, драгоценные, каждый из нас отвечает за себя, за свои выборы, за свои решения, за свои поступки, но при всем при том есть то, в чем мы в общем с вами задействованы. Продолжение следует...